Известному музыканту и блогеру уже 40 лет мы расскажем вам о том, как Александр Бардин из села попал в столицу нашей страны и стал настоящей звездой, а также о его первой и единственной красавице-жене, которая родила ему четверых прекрасных деток. Будущий артист родился в деревне в республике Мордовия. Его родители были обычными работягами. С самого детства мальчик проявлял интерес к искусству. В семье его не понимали, хотя позже его родная сестра отучится на актрису. В доме культуры он нашел себе баян, который стал его первым музыкальным инструментом. После школы парень решил поступать в музыкальное училище. При поступлении Александр удивил всех своим талантом исполнять задорные частушки. После училища Александр поступил в академию, где отучился на дирижерском хоровом отделении. Кстати, во всем его пути парня поддерживал его лучший друг и любимый преподаватель по музыке. Когда парень учился в университете, он познакомился с Владимиром Макаровым и Александром Лихацким. Ребята стали сотрудничать. Их первым совместным проектом стал коллектив «Первый цвет», а также ансамбль Надежды Кадышевой. Больше десяти лет назад вышел их первый альбом, который стал известен в их республике. Потихоньку о них стали узнавать все больше людей. Сейчас Садко знает вся страна, поэтому они уже много лет катаются с выступлениями по городам. На концертах Александр выступает в разных ролях – солиста, баяниста и клавишника. Он также появляется на телевидении, участвуя в шоу Андрея Малахова и представляя свою музыку. Кстати, у группы есть песни с различными стилями. А у Бардина, помимо группы, есть свое сольное творчество, а также свой канал, где он делится своими путешествиями. Популярность никак не сказалась на мужчине. Несмотря на успех, он остается преданным своим корням, регулярно посещая свое родное село и ценя мордовскую природу. В этом году группа Садко пришла на шоу, где исполнила песню о доме, которая вызвала восторженные отзывы от зрителей. Сейчас коллектив продолжает радовать публику живыми выступлениями. Их концертный график регулярно обновляется в группах и социальных сетях. Александр не привык делиться фотками из своей личной жизни, поэтому много информации от него не узнаешь. Фотки со своей любимой супругой и детьми он выкладывает крайне редко, хотя и ведет блог. С красавицей Наташей Александр встретился еще в университете. Она уже работала актрисой и была на пятом курсе, а Саша только поступил. После нескольких встреч они начали встречаться и позднее поженились. Бардин оказался не по годам умным парнем, который смог произвести большое впечатление на девушку. Их счастливый брак длится уже много лет. У них родилось четверо замечательных детей. Первая дочка Дарья унаследовала от отца любовь к музыке. Она занимается вокалом и хореографией. Старший сын Гриша увлекается спортом. Младший Гоша пока не определился, чем он хочет заниматься в будущем. Но ему нравится работать в саду вместе с мамой. Маша самая маленькая, родилась 6 лет назад. На тот момент Наталье уже было 40 лет. Родители очень любят и заботятся о своих детях, поэтому посвящают им все свое свободное время. Знакомы ли вы с творчеством Александра Бардина и группы Садко? Как вы считаете, на кого больше похожи дети Бардина? На маму или на папу?